Слайд будет на английском, говорится будет на русском, что-то непонятное прерывается, если я задумался за тихо и меня вообще не слышно, вы понимаете, что я говорю в ровно. Так, были осторожные намерки в речи, что сегодня может быть что-то более сложное, они будут абсолютно просто на простейших понятиях, никаких страшных форм, поэтому постараюсь на пальцах отбить так максимально просто. Ну, ключевые слова в названии – термоэлектрический и термоскинный эффект. Ну, сначала, то, что я сейчас говорю, в этой идее – термоэлектрический и термоскинный эффект на внутренних веществах, потом эффекты именно сверхводящей гидроэструктуры, насколько они гигантские и цельные эффекты на внутренних веществах. Там, получается, в другой раз, три-четыре порядка разницы при лечении. И несколько примеров из научной литературы в последних лет, где это так или иначе с разных сторон появлялось. Ну, самые простые вещи. Нам нужно либо какой-то образец с ингредиентом температуры – это же термоэффект, то есть должна быть заказательной дорогой температуры. Либо какой-то образец с ингредиентом температуры, либо контакт из каких-то двух веществ, левая и правая сторона, которого под разной температурой. И всё просто. В такой системе могут возникать как электрические, так и скриновые, протекающие из-за разных температур. Это и есть точности термоэлектрические и термоэффекты. И, как и варенок, если цепь разохнута, то этот ток превращается на потенциал. Электрические, скриновые, как получится. Соответственно, не сверховодящие, то, что у нас обычно, это если у нас два нормальных металла, нормальный металл с первоагнитицкой, а сверховодящие, соответственно, когда скакует из сторон с сверховодником. И последним тут поставленным, пока непонятно зачем, но вот именно эта вещь ключевая, когда не просто сверховодник, а сверховодник с изимановским полем, расщеплённым изимановским полем. Я потом подробно скажу, что это такое. Без этого фактора, который говорит вам, что он докажет долго, не о чём. Ну, сначала вот немножко самые общие вещи про ситуацию, когда температура определяется не на контакте радости, температура не только к диам, без учебников выражение линейной связи между электрическим спином и тепловым потоком в такой системе, в зависимости от градиентов, которые там есть. Градиент, финпотенциала, финпотенциала и температура. Вот просто пряматочная зависимость линейной подвига от генератора. Десятый элемент желтый – это то, что термоэлектрические эффекты, разными troux ceux термосф 사람들이, то есть термоэлектрический – это ток электрический, как отвиг на температуру, на неоднородность температуры, и термоспинового отверстия спинового тока на неоднородность температуры. Личина количественная, которая их характеризует, то есть насколько большой, маленький, так далее. Это вот эта вот пучка газ, которая здесь торчит. Называется коэффициент депека, обычно измеряется в вольтах на кель. Другой раз, сколько вольт эта батарея создает при приложении разницы температур на один китр. Если вдруг кому-то интересно, то и вегетанских термоспиновых людей впервые в этих работах всплыли. Никогда не было несколько лет назад. И некий обзор, в котором все это достаточно подробно описано. Если вдруг кому-то закончится это читать в сервисе. Теперь большую часть лекции была посвящена не ситуациям, когда у нас есть коэффициент температуры, а ситуациям, когда у нас контакт из двух кусочков. То есть у нас есть левая и правая половина, соединенная границей какой-то, с разными температурами. Это, пожалуй, чуть ли не единственная форма во всей телекции, которая здесь написана. То есть для такой ситуации можно, в самом простейшем случае, если мы не даем никакие вещи, которые для совпадающей комьюнити как бы важны обычно, но тем не менее это при никакого действия воображения, значит уже не граница. То есть самая простейшая ситуация. И в этой ситуации у нас токи электрические и спиновые могут быть записаны через параметры. Так, значит, будет входить контактация, то есть прозрачность границ между ними. Потенциально она может быть спинзависящей, то есть для одного и другого спина разная. Будет входить плотность состояния в левой и в правой части. Это вещи вот ключевые во всей этой теме. И разность функций распределения слева и справа. Если система... Если мы дадим какие-то водные состояния, прозрачность, какие-то функции распределения, у нас получатся какие-то токи. Эти две формулы отличаются только тем, что это электрический, какой-то зарядный, а это спинновый, а это спинновый пироль. И еще тем, что вот тут знак сигна стоит в плюском усаде. То есть электроны с разным спином, до этого не кодинар классный, точно так же. А так формулы практически идентичны. То есть если мы зададим какие-то функции распределения, а функция распределения у нас предполагается обычной фермерской температурой, но, возможно, с разной температурой. И, возможно, сдвинутые по уровню заполнения, причем независимые сдвинутые, с левой и с правой стороны как-то. То есть это некие параметры, которые сидят не явно в этих фермерах. Если мы их сюда поставим, то получим какие-то токи. Работы на разной температуре. Если у нас именно такая ситуация, то есть конкур замкнут, по нему типу токи, то коэффициенты бета можно протерять как сопротивление границы на эти две, определенные на разной температуре. Если мы конкур разомкнем, то ток очевидно, когда придет к накоплению какого-то потенциала, у нас появится просто разность потенциалов между левой и правой стороной. Это будет в последующем случае просто электрический потенциал. То есть когда спин зависит на стене, то у нас просто разные потенциалы. Просто напряжение. И так это коэффициенты бета — это напряжение на разных стенах. В более сложном случае у нас все четыре потенциала будут разные. То есть слева и справа может появиться спиновая составляющая, то есть для электронов с одним или другим спином заполнится до разного уровня. Соответственно, если у нас просто разный потенциал слева и справа, термоэлектрический эффект, а если спиновая зависит, то появляется термоспин. Значит, что на это все может влиять? Что часы будут перешелывать? Это вот эти коэффициенты, которые исполняются. Там все, что кроме функции фермер, мы сейчас не видим сильно неравновесные вещи, где она не фермерская, где она может быть в какой-то страны. Если она просто является функцией распределения, то единственный параметр, от которого все это может зависеть, это плотность состояния и прозрачность границ. Все остальное уже осталось заскопленным. Поэтому мы будем для разных систем сейчас вот это все рассматривать, как оно выглядит, чему это все принято. Сначала. Самые простые, обычные металлы. В самом простом, как бы, рассмотрение к приближению в окрестностях фермерной поверхности, где мы все живем, плотность состояния просто константы. Если мы хотим, на самом деле, дальше я про это скажу, но этого не хватит, чтобы хоть какой-то термоэффект получить, нам потребуется дополнительное искажение плотности состояния, то есть ее зависимость от энергии. У нормальных металлов во всех, в обычных, это зависимость очень слабенькая, это добавочка, производная плотность состояния в энергии, в окрестностях фермерной поверхности, она порядка. У какой-то характерной энергии, например, температуры, энергии вверх. То есть, если мы в сверхповодействии сидим на одном, в десяти керлинах, то это 10 минус 30, 10 минус 4, допустим. Если мы в комнатных температурах, то больше, но все равно мало. То есть это очень малый параметр. Если мы пермогнетик берем, в чем разница? Ну, просто разные плотности состояния для одного и другого спина. Но это как раз в данных эффектах практически никак нигде не проявляется. То же самое, если нам нужно, учитываем маленькие наклоны в этом состоянии, связанные с ее зависимостью от энергии. Ну, если мы всю зону нарисовали, у нас была какая-то кривая. Плотность состояния, понятно, как обычно там рисуют. Вот такая, да? Поэтому в ответственности ферме мы вырезаем очень маленький кусочек, который мы сейчас не представляем. Это здесь переданная констанция с вами, например, то, что здесь нарисовано. Вот эти вот вертикальные квадратические призначки, которые здесь рисуют, это вот маленький срез в ответственности ферме поверхности плотности состояния. Но в феерромагнетике, я бы сказал, что то, что там разные для разных спинов плотности состояния по величине, это как бы не проявляется. Просто потому, что она здесь, вот смотрите, формула, просто как произведение, это все просто идет множителем, она ни к чему не приводит. Но феерромагнетик важен во всей планке тем, что обычно, когда есть феерромагнетика и его граница с чем-то, то граница между нитками может считаться с разной прозрачностью для разных спин. То есть вот контактность с границей не одинаковых для спиновета и спиновета. В реальности именно это является как бы основным фактором феерромагнетик в термосферме и эксперименте, в частности, используется. Это описывается численно для нитки и коэффициента поляризации. В реальных системах, допустим, обычного направления 0,2, если там железо в качестве феерромагнетика используется, может 0,5, если постараться, может повезти. Дальше. А почему запомнился по одной стороне квадратик между двух? Ну, я торопился, наверное. Что я рисую здесь? Здесь я рисую как бы нулевой приближение, то есть самый простейший шкаф вот слева. Это вот я взял всю плотность состояния, взял узенький диапазон энергии в близкими поверхностями и там как бы изменением ее пренебрег и считаю, что просто константно плотность состояния. Это вот то, что слева это нарисовано. Для одного, слева для другого. Дальше. Я вспоминаю, что в каких-то ситуациях мне этого не хватит. Мне потребуется то, что это зависимость. То есть это плотность состояния действительно зависит от энергии. У нас диапазон очень маленький. Надо очень слабо в реальности вблизить поверхности для обычных металлов, термогрессик, куда-то изменится. Поэтому там просто это как бы линейное разложение. Нет. Почему с другой стороны такого нет? Или просто... С другой стороны в смысле где? Слева? Ну да. Слева это нулевое приближение, а с правой... Вот у вас левая граница под наклоном, а правая левая. Это просто... Смотрите, вот это граница вертикальная. Просто дорисовываю. А, я понял. Написовать можно как угодно. Главное величина. Ну это просто такой вот мультяшный стиль изложения. Не более того. Ладно, поехали дальше. Какие еще кубики во всей этой системе существуют, из которых все это можно лепить. Реагирует. Сверхпроводники. Сверхпроводника. Вот самая главная особенность сверхпроводников с этой точки зрения. Это то, что у них плотность состояния очень сильно зависит от пенальти. То есть, это классические такие. Сапоги в плотность состояния для сверхпроводников нарисованы. Они в обычных нормальных условиях не зависят от спина. То есть, одинаково, что для спины, конечно, что для спины вниз. Есть щель вблизительной поверхности величиной 2 дельта, в которой нет плотности состояния. Есть икогеретные пики. То есть, это вот плотность состояния, которая была в нормальном металле, она как бы растолкнута, раздвинута и спрессована вот в этикогеретные пики по бокам. Вот так вот выглядит плотность состояния сверхпроводника. В связи с тем, что сверхпроводника вот эта зависимость сильная, то есть, она в разы меняется в атмосферной поверхности, то есть, эта энергия маленькая, это щель. Щель не обе, 20 км, а в тюрьмине это 2 км, это очень маленькая. То есть, она меняется на малых масштабах очень сильно. Поэтому, когда мы рассматриваем сверхпроводники, практически не бывает никогда ситуации, когда нам нужно учитывать дополнительную зависимость того, что у нас вся базовая плотность состояния нормального металла, еще как-то зависел на это. то, что я рисовал наклонные прямоугольнички, здесь, как только наступают сверхпроводники, про это можно забыть. Можно вопрос. Это плотность состояния, когда у нас, допустим, ток выше предтока, да? Поэтому нет. Это, ток тут ни при чем. Мы берем просто сверхпроводник, никакого тока. В сверхпроводнике есть как бы свое основное состояние сверхпроводника. Электроны собрались в конденсат. Да. И для нормальных квазичастиц осталось как бы лучшее место. То есть вот это что? Это количество места для квазичастиц. Вверху светят электроны, вот лучшее энергетическое наступление. Это место. В обычной ситуации есть месяц заполненный электронный объект вверх устраивает. Это как бы вместо такой частицы. Это как бы да, тут ничего не вычисленного, который все это может пользоваться. Я сейчас на следующем слайде покажу, как это экспериментально в реальности выглядит. Этот объект не так красиво, конечно, выглядит. если мы говорим про ток, вы сказали, что происходит изобретение. Когда начинается ток, то почти всегда сопровняющийся в системах как бы действие сверху тоже, например, оно само по себе. Оно к этой такси не имеет отношение к электроническому. Есть ток, который на себе той частицами. То есть методом. Если вот эта информация это именно ток большая частичная. то есть тот ток, который переносится через страницу из-за разницы функций распределения, но это токовое частичное. Сверхтока токов нет. Я специально выросал, что у меня есть соображение. То есть я сверхток выкину за рамки, а он мне скорее мешать будет, чем подавать. Сверхроника нужна не сверхроника, а то, что с материалом сделала сверхроника, она его искорежена специфическим образом, и мне это не нужно. А сам сверхрон особо не нужно в этой ситуации. Вернулись в сверхроника. Теперь самый полезный кубик по всему миру конструкторе. Это сверхроник плюс магнитный стрейк. Это магнитный H. Что это такое? Это когда делается это двумя разными обычными способами. Либо у нас тонкая пленка сверхроника, ему параллельное магнитное поле прикладывается, либо это контакт сверхроника спинка пермагнитного материала. В любом случае, грубо говоря, для одного спина вся зависимость по энергии едет в одну сторону, для другого спина вся зависимость по энергии верующая смазовское расщепление, она характеризует энергию насколько все измельчается. То есть у нас была вот эта предыдущая картинка тщель от минус до до плюс до плюс относительно энергии первого здесь она соответственно двигалась. Вот написано оттуда до кудачи в одной спине во второй спине если вот такой смазовский рассчитан сверхроник по каким туннелям просто померите в СНК например просто одно состояние то есть контактанс померите через напряжение получится вот эксперимент в этом эксперименте меряется сумма конечно меряется сумма визуальной сложности получится с каждой стороны два стрия это экспериментар это самое красивое которое реально удалось сделать это алюминий тонкая пленочка алюминиевая серия и у них получилось вполне красивое но слегка сглаженная но вполне красивое состояние расщепленное состояние это будет два с 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 cut параллельные тонкий компоненты она легко описывается все 有 hmm составляющие Если у нас пленка очень тонкая и поле параллельное, то вполне реалистичное и предназначение. Например, в экспериментах, когда толщина пленок порядка 50 мм, параллельное поле 1-2 тестов дает существенный изиман, но недостаточно большие эффекты, что они с ними обещают эксперимент. Если мы видим перпосекулярное поле, то все будет срочно, наоборот. Никакого изимана реального опыта не получится. В этом смысле, когда в этой науке говорится о изимане, инфицированном магнитным полем, это значит строго параллельное тонкое пленок своего капитана магнитного поля. И как иначе, иначе все уходит. И вот этот кубик, который я все-таки писал, он самый красивый и как сел именно гигантскость в названии эффекта. Я полосы представляю сколько дней. Это мне будет время, когда вы смотрите. Дмитрий, можно еще один вопрос по полтосостоянию? То есть, мы хотим сказать, что у нас при приложении, там, развития потенциалов, скажем так, у нас будет сопротивление на серверопроводнике, как когда есть состояние выше щели, электронное. Сейчас. Смотрите. Если, во-первых, мы берем сейчас только по частицам, сопротивление, конечно, будет. потому что это по частицам. Откуда возьмутся частицы? Во-первых, даже если у нас вся нулевая температура, с одной стороны сверх проводник, а с другой нормальный металл. По частиц спокойно внесутся по типу. Правильно? Это вот обычный, частичный дом, который возникнет, когда мы привозим напряжение на щели. Если у нас не нулевая температура, то даже при отсутствии напряжения у нас есть такой длинный экспоненциальный степающий хвостик, или частиц. То есть обычная функция фермера с экспоненциальными хвостиками. Такое-то маленькое, конечное числое частиц там есть. И если есть возможность, они тоже будут конкретно к светроводнике. И ага. В светроводнике тоже, хотя, как желательно, в дальнейших энергиях ничего нет. То есть частицы. Но при нулевой зубротворе, какое-то их конечное число, вот здесь, вот там, где есть место. И если есть возможность, например, возникнуть сверху водник при нормальной температуре, какой-то большой, а нормальный металл там почти прямой ботик. То есть точечное число. Если я применяю стопору, потекут нормальный металл. Вот это и есть те самые частичные токи, которые, как сегодня, в интернете. То есть, в смысле, я начну попросили на это все рисовать, на всех этих же последовательствах. Сначала обычный термоэлектрический или термосфильный эффект между нормальной температурами. Если взять, забить. Какие-нибудь слова. Цензипеды. Термоэлектрический эффект. Тупо википедию она могла вытасти примерно от нести. То есть она вытасти нет, конечно. Но для нормальных металлов просто там обучается. Что происходит для нормальных металлов? Вот здесь вот так качественно нарисована такая. Опять мультяшная картинка. А там у нас справа. Плотность состояния для нормального металла. Я рисую только квасчастицы. То есть я не рисую, чтобы вот это привернул все пусто, а внизу все заполнено. Я рисую вот заполненную кружечку, что эта частица вытронывается, что пустыня квасчастица дырочница. Соответственно, в этих будет заряд. В этих противоположный заряд, действительно противоположный. Если мы говорим о нормальных металлах, то мы по зонам по скидовому металлу не разделяем, потому что в шелодной спины мы платим, чтобы это все одинаково. То есть нам выглядит так. То есть мы берем два нормальных металла, один при конечнице, такой при любой разности. И смотрим, как подъем, есть вот такие две частицы. Они их как-то так качественно нарисованы. Чем больше отполнений, тем больше. И они, естественно, могут туда перетекать. Но у нас здесь металличная функция относительно как по своей середине. Поэтому дырор полосток уже сколько электронов. Дырор полосток будет перетекать электронов. Будет перетекать суммарный заряд ноль. То есть эта система просто поддает с горой температуры, но тока не протекает. Спирного лодока не протекает. Ноль получается. Ничего не получается. Какого демоэлектрического эффекта в такой простой системе нет? Хорошо. Вот тут-то и требуется нам то, о чем я говорил, что нам требуется учитывать неодинаковость клонного состояния, как этот наклон в этих прямых платочках планеты. Если мы ведем этот маленький наклон, вот как здесь, например, написано, что получится? У нас получится, что место для электроноподобных чуть больше, чем для электроноподобных. И, соответственно, токи получатся чуть-чуть разные. Они не синденсируются. В результате у нас получится маленький, но вполне как бы в реальности измеримый ток. Это и есть термоэлектрический эффект в обычных металлах. У него будут, соответственно, очень маленькие амплитуды. Вот параметр малости, связанный с характерной энергией, с температурой, обрушенцеленной к энергии ПЭА. Цифры будут очень маленькие. Такие именно цифры. Давайте обсудим здесь. Давайте попытаемся оценить, насколько вообще эта вещь может быть большой. Идеальный. Возьмем или как монетаристские решения с один нужный на плотность СТЭЛ и с правой стороны. Выкинем все эффективные энергии, оставим только положительные. Ну, грубо говоря, это получилось что-то типа полупроводных. Специально подобных. В этой ситуации все электроноподобные спокойно затекут, для дырочных места нет, то в большой. Правильно, да? Если мы оценим, что получится. То есть, здесь поднимем температуру, допустим, на 1 кельвин, закроем цепь, чтобы она не подошла, не потекали. Здесь не начнут накапливаться до тех пор, пока противоток не потенцирует этот поток. Это произойдет, когда по величине тот же самый кельвин здесь находится. 1 кельвин – это 10 минус 4 примерно. Поэтому автоматически получается, что в таком предельном метеальном случае у нас коэффициент зи бета, то есть какое напряжение находится в 1 кельвин? Примерно по порядку 1 милливольт. Это вот как бы характерная цифра, на которую можно ориентироваться на все термальные какие-то примерно максимально возможные вещи. За счет всяких извращений, например, стопустей, тело его сильно зависит от меня, там это может чуть больше, чуть меньше сделать, но по порядку включены вот этот предел. Поэтому нормальные вещества, если посмотреть, что там получается, в той же египетке, допустим. Переполоть более серьезно, чем это нужно. В нормальных веществах при температуре порядка голода получается цифра соответственно, может впечатляться сколько порядка меньше. Это именно то, о чем шла речь. Что нормальные материалы, они как бы априори так устроены, что из них термоэктические технические. Дальше. Следующий кубик. Предмагнетик используется. В чем получается разница? С точки зрения термоэлектрического эффекта, то есть электрического голода, разница никакой. Ну то есть все то же самое. Пока мы не учитываем зависимость, водность состояния от энергии, ничего нет. Начинаем учитывать, когда появляются маленькие ненулевые электричества. В чем разница с нормальными веществами? В том, что это все теперь сопровождается спином. Если у нас смогут дегенерироваться электрический ток, из-за того, что у нас на коленце нормальный металлтермакет, фактически прозрачность устранения спин-зависящая получается всегда, с некреполяризацией этого пыта ЧКП, у нас в дополнительных электричествах всегда возникает спиновый ток. То есть у нас появляется в системах термоэктических термоэктических. Обычный нормальный термоэктический ток. Но расследительный будет такой же палец. Еще меньше, потому что это число, грубо говоря, обычно 0-2. Еще уменьшаем, почти не так. Следующий публик. Теперь смотрим, мы хотим сюда сопровождаться. Что происходит. В сопровождении на таком уровне пока ничего хорошего не происходит. Как раз-то себе визуально можно себе представить, что... Что делать с этого? Он просто мешает по частицам на местных энергиях двигаться. Он блокирует вместе с ними. Все. Пока он делать должен. То есть в реальности ничего хорошего с точки зрения термоэктического и термоэктического. Если по каким-то причинам с грудником там есть дефект, термоэлектрический появится такой же маленький термоэктический. Точно так же умноженная метролизация. Мы сейчас отментируем, потому что это действительно мы... Здесь я рассматриваю сразу и нормальную термоэктическую половину составляющую. А здесь окроем. Если у нас с нормальностью появляется какой-то маленький еще ослабленный по отношению к полномагическому термоэлектрическому эффекту, если есть фермоэктический из нормального металла, опять-таки появится маленький термоэктический термоэктический. То есть ничего пока красивого не происходит. Сверховодник пока только еще слегка портится ситуация. Все меняется координатно вот именно в этот самый момент, когда мы вместо фастосов начинаем использовать зимановские сдвинутые сроки. То есть когда в разных спиноподзонах щели раздвинуты в разных сторонах. Что тут происходит достаточно понятно из этих простых карт. Получается именно то, что было нарисовано примерно в ситуации, когда мы пытались снизить идеальную систему построить для максимального спиноподзона. То есть термоэктического металла. Вот мы берем с этой стороны нормальное вещество металла. И сверховодник ссорить, а с этой противоположность. Что мы видим? Если величина щели от нуля до верхней границы это дельта плюс h от нуля до нижнего это дельта минус h. Если эта величина больше температуры, то все частицы, которые из нормального металля, они туда не попадают вместо дектора. Но внизу вот это распределение симметрично, а это не симметрично. поэтому вот эти дырки спокойно все забито электронами и, соответственно, есть место для дырки. Дырки затягивают. Другими словами, то же самое, что электронная структура. Правильно? То есть у нас получается в этой спинной подзоре со спином вверх поток дырок в эту сторону противоположной спинной подзоре и плотность в серверной нигде сдвинута по сторонам наоборот. То есть первая верность обычно пошла дальше. Поэтому здесь дырки не могут быть в металлических заплакированных, электроны затекают спокойно. Что мы получаем в этом моменте? В итоге получаем, что в одной спинной подзоре внестесь подок дырок, в другой спинной подзоре внестесь подок электронов. Электричества только как бы нет. Но у нас есть очень большой спинной. И эти и эти переносят один и тот же спинной через герметику. В результате у нас появляется гигантский спиновый ток. Гигантский термо это то, что и есть. Гигантский термо-спиновый эффект. Если же мы теперь вместо нормального вещества возьмем термо-магнитик, то есть поляризуем границу, результат стрелочек будет умножаться на день и коэффициент прозрачности. А этот стрелочек он немножко другой. После этого даже электрический перестанут инфицироваться. У нас появится еще гигантский термо-электрический термо-электрический термо-спиновый это термо-электрический поможенный нам давать коэффициент который поляризации. Здесь у нас будет прямо противоположная ситуация. У нас есть большой термо-спиновый эффект есть термо-электрический который тоже гигантский но он меньше он умножается на реализацию. То есть там у нас электрический из-за больших здесь в этой ситуации получится большее количество. для людей которые после сконтролинга работают достаточно экзотическая ситуация почти всегда спину этого здесь вот ситуация с точности рисунка такая что мы не можем поднять зону либо опустить так чтобы до конца это на самом деле связано с тем что ведение проводник этого дивана оно не очень нравится оно пытается убить в реальных системах есть характерное поле другое один на корень из двух подключен щели где при температурах больше и во всяких экзотических ситуациях на родной площадке можно отопиться в ситуации когда у нас сдвиг этот симановский больше ключ на щели это можно но это с точки эксперта это очень тяжелая задача этого дофлиться вот вся суть гигантских термоэлектрических термосфильных на этом слайде она нарисована все именно за счет неодинаковой расщепленных состояния как бы для светлодника мы можем получить очень большой безо всякого малого параметра тут нет никакого малого параметра тут получается тот же самый предельный цифр у нас определенные получаются получаем гигантский цепиновый тот при наличии поляризации он просто хотел на нескольких примерах из реальной литературы рассказать как это все всплывает как это выглядит в реальных работах но сначала просто эту вещь констатировал электричный эффект тупо померили ну да экспериментатор вполне вот все несколько лет назад конкретно шесть технонок с Германией что он делает на каком-то сабстрате три полосочки вот алюминиевая полосочка все это тонкие тонкие все это параметры более тонкие алюминиевая полосочка железная полосочка и ветер что происходит по вот этой цепи через железо пропускается ток нагрева это для того чтобы нагреться на кубик который я рисовал это фермагнетик с большой температурой который подсоединял другой чем он подсоединял он подсоединял к алюминии алюминий в этом поле есть измерительные измерительные тонкие ток тем не менее в этом алюминии хочешь не хочешь получается расщепленное плотное состояние есть измерительный ток который пропускается через гермагнетик и уходит нормальный металл который работает после продолжение цепи измеряет соответственно ток и он очень дотошный товарищ он все очищается все параметры и получает в зависимости от всяких разных параметров при разных полях чем больше поле тем больше зима алюминия щель там порядка двух кельвинов одно тесла это примерно 0,7 кельвинов то есть у них два случилось тогда когда вода пятая шестая от расщепления от зима вот экспериментальные результаты на тему какой коэффициент и у него на удивление получается фактически предельное значение он может быть больше в 3-5 раз больше но это теоретический предел который вообще вообще воздуш то есть самое максимальное условие это 0,1 мильвольт то есть это все и чистая теоретическая эксплуата в этот раз вполне смогли это все сделать и померить почему знак переменного отличия я так скажу если честно в основном у одного знака ведь это маленький твой все конкретно связаны очень много всяких нюансов поверхностно все было только теоретического числа отзывки это больше ничего можно обратно получается вот поле делает из железа но при этом оно параллельно вдоль светопроводника имеет какой-то светопроводник это тонкая пленка это так нет пленочка в плоскости пленки полите оно хотя под углом к самой стране оно в плоскости пленки оно в плоскости в контакте сверху нет там никакой многодобенности ничего такого в этом железе нет нет и в внешнем поле еще его превратить то есть железо тут работает на самом деле оно работает как портить сверхуладинку в контакте с ним в этом уверены по всему другим всегда когда вы как отполните планику всегда плохо оно здесь работает как поляризатор такой большая формула то есть по идее согласно должен быть большой спиновый топ а они мерят электричество и чтобы померить прямую не получается нужно поляризатор чтобы электричество померить то есть магнический железо здесь работает помощником обнаружить эффект друг то есть первое железо просто эффект не сработает но он будет дальше следующая картинка ну это же теоретия есть ли есть светопроводник нет в науке естественно не в такой пропорции я просто напихал тех работ которые лучше значит у нас есть бесслое светопроводник термомагнитик в этом бесслое есть гардиент температуры ну на самом деле даже не так там есть левый конец допустим горячий и правый холодный в чистом пределе нельзя говорить эти гардиенты потому что у нас горячего конца летят горячие холодного холодного нет температуры это функция кардинал так вот основная задача как бы все равно есть гардия температуры этот гардия температур приводит к спинному току вдоль системы то есть вдоль границы есть течет большой спинный ток физика дело абсолютно та же самое что я рассказывал про протекание только через поверхность через границу если мы рассмотрим горячий конец у него такая же область состояния с горячего конца а то же самое сапоги с коррисованной полоской синий зоной красный синий есть с горячим я рассмотрю пока горячий дырки электронные дырки в одной подзоне электронные с холодной стороны есть полоски а с горячего конца летят вот эти частицы они летят их одинаковое число по симметрии поэтому заряд компенсируется а спины нет спин складывается то же самое что через границу получается гигантский спинной ток как под на гордине температуры такой системы и вот вдоль границы вот на этой работе его считали если его умножить на соответствующее сопротивление поделить на разность температуры получается то же самое 10-1 перевод на предельное значение мы можем на параметрах которые меньше порядка отношения с для сравнения чтобы понимать что эффект тоже что получается вот в реальных экспериментах для коэффициента за века для измеренного просто для обычных фермагнетов не то же самое можно сделать сделать фермагнете сделать и мерить что там потечет искренне но их величина можете увидеть насколько она меньше на период меньше там все закомпенсировано все компенсировано вся компенсация пропадает эффект становится финансов дальше в этой же самой задаче когда у нас есть бесплатный фермагнетик если у нас в этой фермагнетике есть аминностики что происходит картинка фермагнетик но вне части у нас происходит накачка спина в области метрости то есть два больших спиновых тока направление зависит от знака и так далее не важно то есть у нас есть два больших спиновых тока текущих или вытекающих из области метрости это парнинг большой причем эффект гигантский он придет до великой спины и весь этот спин закачивается у нас на стенке это приводит к тому что стена начинает двигаться причем двигается очень большой скоростью относительно это теория это никто не проехал мы напридумывали насколько это реалистично это вопрос десятый пока оценки тут какой коэффициент скорости отличных стены метрости скорость делена на вероятность нить измерения миллиметр квадратный делен на секунду оценки которые у нас получаются 10-10-2 реальные измерения аналогичных то есть движение до метра стены для действия температуры в этих работах используются очень большие температуры так как 300 км разница приходит парень и получались соответственно тоже 3-4 порядка меньшую скорость следующая работа в которой термоспиновые эффекты тоже всплылили хотя они всплылили не сразу не очевидно сначала было вообще непонятно причем но по итогу выяснилось что им для них есть эксперимент который изначально был странным а для того не очень интересным Джан Бетович тот же самый директор эксперимента что делалось это по-моему если ошибаюсь на Европе серии то есть магнитный изолятор на котором тоники пленка алюминия все в параллельном поле то есть мы сразу видим тот кусочек который у нас на самом деле алюминия лежащий на Европе серии это единственный несколькими группами протестированный образец где действительно можно проверить расщепленные зимановские все остальные варианты получим маленькое расщепление либо чего-то не видно либо есть надежда на реализации пока нет что здесь делал измерить здесь с одной стороны один контур цепи через пермагнитик просто пускали заканчивали вокруг и нелокально то есть нелокально делали другой контакт и измерялся нелокально отклик на некий ток инжекции которые здесь это схема более-менее стандартная для определения длины спиновой релаксации если через него впихаем сверхпроводник частицы они туда поляризованно с одним спином больше чем друг дальше начинает релаксировать в реальности частицы эти не текут они в обе стороны расползаются от точки инжекции и все меньше и меньше с характерной длиной спиновой релаксации то есть когда люди это делали было в голове именно измерение длины с киневой релаксацией они получают у них было много контактов они смотрят как это затухало со расстояния получали длину то что они считали спином релаксации у них получилось другое 8 м при том что в алюминии длину они не непонятно и интересно особенно того что получают не не сопроводящие освободительность нам реакции, чтобы все портить. Очень меньше получилось. Было некое количество попыток, теоретикам все это объяснить, в которых мы уже участвовали. И по итогу все объяснение свелось к чему? Все объяснение свелось к тому, что это не спидно-напросто. Это комбинация двух разных факторов. С одной стороны, они создают систему равновесия, которая распространяется от точки инжекции на систему. А с другой стороны, в области детектора начинают работать этот самый гигантский термин. Все. Есть такие картинки. Это те же самые сапоги, положенные на бок, которые я рисовал. Для стихотворения космоса, скажем, в итоге, он не остренько, он склажен, а совсем разрушающий. Заполненное, это то, что заполненное. Функция распределения, она тут не первая, вскоре наложена на эти исполнители. Как это все такое? Это примерно, как и в нашей статье, расчеты по параметрам, отличающим от инжекции. Что есть в области инжекции. Мы туда пихаем, в области электроны. Там появляется такая весьма ненормальная функция распределения. Она и спинь зависящая, она и энергетически зависящая. Там заряды равновесия. Что мы такая картинка напихали, что напихали эти электроны в область через инжекцию. Дальше. На маленьких расстояниях, тех самых полмекронов, которые отвечают спинной релаксацией, примерно на таком же расстоянии еще и зарядовой релаксацией, эта функция распределения выравнивается по спинам, то есть для обоих спинок он остается одинаково. Становится симметричным в инжекции. Это означает, что заряды равновесия. То есть нет скомпенсированного заряда. Это происходит на маленьких расстояниях. А дальше это все начинает термализоваться. И вот как это выглядит? У нас вот от этого расстояния, от инжектора, в зависимости от этого на стоп-модельного полуфония, в зависимости от того, что он меняется, меняется, меняется. Вот это вот источная область инжектора, а потом на маленьких расстояниях непорядок полумекрона, это то, что я сейчас сказал, произошла зарядовая и спинная релаксация. А дальше это все превращается просто в нагретый газ, с температурой больше, чем в самом алюминии, где там на бесконечности, который видимо сливает удаление от точки инжектора. То есть просто как бы этот сигнал, он не спиновой частицей, это просто температура, нагрев. Мы нагрели область инжектора, это сигнал температурный падает, 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 падает. А в области детектора, пришедший нагретый электронный газ, по вышеописанному принципу, прекрасно меряется как газовый термолитический. То есть само то, что в этой области джектора где-то там получившийся электронный газ горячее, чем детектор, падает, чем получился сигнал. Чем дальше мы отходим, тем он позже охладился, тем меньше сигнал. И мы в результате меряем не длину спины лапилаксации, как полагалось, по-моему, в этой статье, а мы меряем длину энергетической колоксации, которая и так известно, что она достаточно большая система. После этого все совсем состритовалось более-менее. Но вот термосфильной гигантский эффект оказался тут причем для объяснения термосфильного эффекта. Следующий приготов. Это тоже по нашему эффективности несколько лет назад взаимодействие гигантского термосфильного эффекта со сверхпроводимостью. Рассматривается как бы пара образцов, в какой-нибудь большой кусок или в нормальном металлическом, найдем маленькая плёночка противоположка, сверху они нормальны. Следующий, что это параллельно. Почему большой кусок? Это резервуар, который предполагается, что функция жидима не стручивает. А маленький кусочек, потому что маленький, что если кто-то что-то стекает, там может копиться неравноместное функциональное движение, когда в планете там что-то накапливается. Дальше можно придумать вполне какие-то остановки, например, экспериментальные, когда у них разные температуры. То есть, вот, примерно то же самое, что я рисовала в самом начале, разница в том, что у нас всё копится только в одной половинке. В маленьком кусочке всё может накапливаться, а копированный весь, например, сам спец. А большой — это такой резервуар, который поддерживает уровень, который всё там находится. И между таким сверхпологнитом, сверхпологнитом, а сверхпологнитом более, поэтому он сможет сказать, что вы имеете нормальный металл, в обоих случаях течёт большой скидовый тон. В этом случае у нас сверхпологнитом получается заполнение скидовое неравноместное, в этом случае нормальный металл. Сначала, когда у нас нормальный металл. Маленький кусочек из нормального металла. Как с ним? Кограмм. Это нормальный металл. Он, как бы, обычный. Обычный. Но, если мы, например, попытаемся понять, как идёт накопленный здесь спин. Как спин копится зависимости от температуры нормального металла, при какой фиксированной температуре сверхглодника. То есть, чёрная клевая сверхглодника, то есть, чёрная клевая сверхглодника, то есть, нормальный металл зависит от... В зависимости от... Когда температура равна, то, что пришли с горизонталью, там ничего нет. В одну сторону, поединяйте спин копится, другую, другую. Чем это интересно? Тем, что, если мы, например, нарисуем картинку накопленного спина, то есть, фактически, магнитный восприимчивый этого нормального кусочка к функции приложенного поля. Чего бы мы ожидали? В обычном случае, мы ожидали просто укринение зависимости от нормального металла. Правильно? Если у нас температура нормального металла много меньше, температура сверхглодника, то у нас получается зависимость похожая на зависимость термогнетика. То есть, когда мы маленьким полем его полюризуем, у него это получается на магничный светоход почти до максимума, даже почти до минимума. Вот именно такие свойства демонстрируют нормальный металл в контакте с термогнетиком. Если он холоднее, в полдоме примерно так же. Причем величина этой магничности эффективной, настоящей, она равна причине щели. Получился у нас такой синтетический термогнетик с величиной щели в роли в роли магничности термогнетика. В противоположной ситуации, когда у нас нормальный металл коричей, чем синтетический, тогда этот нормальный металл изображает из себя сверхглодник. То есть, его одно магничность 0,2 и не меняется при увеличении точного поля. До тех пор, пока сопроводимость в этой точке не разрушится сверхглодник. То есть, тогда он распределит сверхглодник. Хотя сам в нем в нем нету нищей и ничего. То есть, объективный это просто нормальный металл. Но уровень исполнения спинного металла, то есть, у него две зоны раздвигаются. И уровень исполнения, посмотрите, подстраивается так, чтобы он был не поляризован. В ситуации, когда нормальный металл придется то проферматрить, то проферматрить из-за гигантского терминского уровня. Трудная ситуация. Когда у нас светлодник маленький и является тем местом, где уровень исполнения является. Что происходит? Тут множество всяких сложных картинок здесь нарисовано для разной цвета и для разной черный это обычная зависимость щели и сверху и лаборатория меняется и обычная зависимость и вода первого рода отрывается. что происходит если учитывая наш газ за разницу с температурой то есть серая кривая мы берем и фиксируем на одну температуру на втором этапе а потом присутствует на втором этапе серая вертикальная температура на втором этапе с желанием до 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 Что происходит? В сверховнике пытается создать такая функция распротивления, которая бы полностью скомпенсировала на совершающие действия одних руководителей. То есть спиртоводник в такой системе автоматически подстраивает, заполняя его своими причинствами так, чтобы их было возможно меньше. То есть, непрошуя так сказать, что у зубов. Как убить свою холодильность? Надо пожелать за ногу в скобиле и напихать как можно больше и больше частиц. Чем успешнее бы это сделать, тем быстрее она будет. Понятно? Вот у нас плотное состояние сверхмагникации. Если бы у нас была обычная функция распротивления клеток, симметричная присутствия на нуля, у нас, очевидно, в тех инфраструктах, которые пишут на нуля, было бы много какого-то частиц. В сверховнике был бы подарок, в какой-то момент. Если мы вот эту вот фермерскую ступеньку сдвинем и ровно населением, она вот такая вот фермерская ступенька, просто она очень гладкая, потому что она должна быть. А в этой половине сдвинем вверх, ровно населением души. Это как раз то условие, при котором количество больших частиц, попавших сверховнику, будет минимальным. Другими словами, функция распределения подстраивается так, чтобы минимизировать подключающие воздействия для себя сверховодействия. В результате, при учете эффекта, сверховодействие живет от температуры больше, чем из лучших. Как это видно? Вот, например, здесь красную пилу. Ну, тирное. То, что было здесь учет. То есть, она тянется до большей температуры, потом первым годом умирает. Совсем же не удерживает до участия. То есть, интересно, в чем? Автоматически подстроена сверховодник на ситуацию, когда он игнорирует разрушающие действия внешнего магнитного областа. Причем это происходит, когда сверховодник холодный. И в противоположной ситуации, когда сверховодник холодный. То есть, когда у нас нормальный металл. Серый вертикальный металл. Снова рассматриваем область сверховодника холоднее, нормальный металл. Как обычно кажется сверховодник. Чем холоднее сделался сверховодник, тем ему лучше живется. То есть, сверховодимость обычно при получении температуры все лучше и лучше и лучше. Это, например, ситуация, когда при режиме температуры уменьшает сверховодник. Почему это происходит? Ну, чисто такое. Доказательная вещь, если вы, опять-таки, пунктируете, то, что было без учета термосковного эффекта, Сложные линии тоже с учетами. Вот, взять эту коричневую сверховодник. При понижении температуры все же. Это отличный рост. Щели, как обычно. А потом она плавно начинает падать. Если от зимы взять еще больше, так она вообще получится. Это реверсивная сверховодник. То есть, самая низкая температура сверховодник. Потом она при какой-то температуре возникает. Вот, вернее. Возникает, развивается и убирает сверховодник. Абсолютно необычно. С чем она связана? Причем, как-то, именно в темнистской температуре она оказалась в планику все хорошо. Связана она в госсуществе. Опять, то же самое, как у нас в госсуществе. У нас, в этой ситуации, значит, горящий нормальный металлозис. Его плохое состояние не седем к этому. За заполнение этого нормального металла. Тут есть частицы, которые горящие. Они в этот запок попадают. Но запок колодок. Той частицы в нем терморизируются. Они создаются вместе. То есть, по ней, как же написано, они как изначально размазаны по божеванной. А по мере того, в целом они сам холодный, они не охлаждаются, они скандальтируются в самой подошве сапога. Чем ближе к подошве сапога, в том числе, тем более разрушающие действия и оказывают на свой параллельность. Кстати, получается, охлаждает свой холодник, мы заставляем попавший в его качество стадо бездормально разрушать его. Поэтому у нас предыдущая цифра футра сегодня начинает эффект. Нормально? Это из-за кондиционера. Нужно отключить, и тогда она не будет. На самом деле, в литературе есть такой достаточно известный эффект, называемый и равновесный усиление сапога водимости, пляжа, которая сводится к тому, что она делается строгий напоруд. У нас в такой же температуре это деревянный пипер, из-за частиц. Мы нечем исключить инкупиновую весом из-за деревянного пипера в большую грань. Это усиленность охлажденности. Здесь, получается, строго противоположные вещи. Мы, охлаждаясь как бы запихиваем по частицам в области крепкого пипера. Здесь нарисованы розовые функции распределения сапога. Они не могут при цепени сравнить место попавшим в трону. Никто не попавшим сюда мысли не могут это снимать. То есть это продолжит конденсироваться. Начинает все. что как я не могу что право не так. Ну, скорее не в принципе не куда запретил то есть но по сути мы инжектируем горячий кваде частицы но они остывают сверх проводники и но просто зависит от того куда вы положите чем ближе к укрепленному пику тем хуже в реальности конечно это величина она самосогласована считается через все параметры системы и что-то умирать все кладем все титратуры или тимана вечера чего это как бы уравнение согласования дает решение нет здесь вот все эти картинки для величины щели посчитываются согласованно параметры на самом деле 2 часа конечно не выдержу еще и 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 Продолжение следует...